Нет, это не программа по борьбе с борщевиком. Это личная битва 65-летней Натальи Евгеньевны, жительницы дома 42 на Степаново. Садовым инструментом в руках она в одиночку ограждает свой дом от лесов борщевика. Ведь от каждой встречи с ним можно получить сильнейший ожог. Дети приходят, палками бьют, брызги летят на них. Вот мальчик сжег глаза позапрошлом году. Я также тоже получила ожоги на ноге. Пошла тоже с голыми ногами. А сейчас рублю, тут ничего, тут несколько штучек. Брызги попали, и у меня синий такой внук тоже у меня со мной был вместе, как рыбашка, да, я тоже сделаю. И тоже ноги сжег. Еще 10 лет назад такой беды тут не было. А сейчас растение атаковало дом женщины с трех сторон. Сдержать его удается лишь слева, где Наталья Евгеньевна развела цветник и тщательно за ним следит. Домом на Степаново 42 управляет ООО «Наш город». Лично встретиться представители компании не захотели, но прокомментировали ситуацию по телефону. Работы по удалению борщевика следомовой территории многоквартирного дома по Степаново 42 были произведены 25 мая этого года. Когда повторные работы в следующий раз будут? То есть как ориентируетесь? По жалобам собственников, по заявкам. Также дворник ситуацию смотрит и докладывает. Повторная работа по удалению борщевика запланирована период с 6 по 10 июля. Управляющая компания не могла не заметить, что ядовитое растение заполонило придомовую территорию, которую они должны обслуживать. Коммунальщики говорят, сколько бы ни следили за этим участком, семена паразита прилетают с земли, которая принадлежит городу. По вопросу разрастания борщевика на близлежащих дому по Степаново 42 территориях, управляющая организация «Наш город» в мае этого года обращалась в управление благоустройства администрации города Березники. На сегодняшний день ответ не получен. Также попыталась обратиться к чиновникам и нашей героине. Не успев спросить, с кем разговаривает, получила неожиданное предложение от властей, с которым, разумеется, женщина не согласна. Мы не будем тратить бюджетные деньги на ваш борщевик. Вам надо, нанимайте людей и сами оплачивайте все это. А что, 4 литра бензина трудно? И час работы трактору? Он проехал бы и все сделал. Тут работы-то? Нет, никто этому никому не надо. Все отнекиваются. Ну почему? По словам адвоката Сергея Кондратьева, с ядовитым монстром во дворах должны бороться управляющие компании или ТСЖ. А искоренять борщевик на городских землях – обязанность муниципалитета. Эффективным способом борьбы с опасным сорняком, я полагаю, может служить административный кодекс. Статья 19.5.25 КОАП РФ предусматривает административную ответственность на граждан до 20 тысяч рублей, а на должностных лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 200 тысяч рублей. То есть с помощью вот этих рычагов воздействия, выдачи предписаний, можно эффективно бороться с данным с муниципалитетом. Адвокат посоветовал Наталье Евгеньевне за помощью идти в прокуратуру. Один в поле с борщевиком не воин. А так как власти не ответили по этому поводу ни управляющей организацией, ни жильцам Степанова-42, мы отправили в администрацию свой запрос. О том, что нам ответят, мы расскажем в следующих выпусках. Кристина Придейна, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.